В Бахмуте сейчас правильно выбраны рубежи обороны. С юга центр Бахмута наши войска удерживают по трассе Константина-Навкопа. Бахмут отсекают движение российских войск с юга на север, с востока. Рубеж обороны проходит по реке Бахмутке. Также центр удерживаются подходы с востока к Бахмутке. Там несколько сотен метров свободны, то есть хорошо простреливаются, подойти практически невозможно. Потому удерживаются российские войска с востока Бахмуткой, а с севера так называемый Артемовский завод по обработке металлов. Именно он используется нашими войсками, как также линия обороны прикрытия с севера. Потому центр города надежно укреплен, запад полностью открыт, западное направление в сторону Дружковки, Краматорска, Славянска. И Часовьяра открыто, потому снабжение гарнизона идет постоянно и без проблем, без больших проблем как минимум. Генерал Сырский занимается этим вопросом. Там еще есть несколько генералов, которые руководят процессом, те же командующие сил спецопераций, там также постоянно на контроле. То есть укрепленный район, он связан с Часовьярским гарнизоном. На превышениях Часовьярских стоят батареи наши, артиллерии, которые прикрывают куполом наш гарнизон в самом Бахмуте. Потому правильно было принято решение не отходить, пока, по крайней мере, пока нет больших проблем, не отходить на западные высоты, а держаться в самом городе. Россияне, заходя в город, они уходят как в черную дыру, пропадают, так как все простреливается, все входы в город и рубежи городские простреливаются. Наши и артиллерии, снайперами работают силы спецопераций, волки городские, городских условий именно они и занимаются. Держится Бахмут, на месте будет понятно и генералу, и людям, которые отвечают за выполнение определенных задач в Бахмуте. Им на месте виднее, как правильно действовать. То есть принимаются грамотные, правильные, оперативно-тактические решения. Ну а дальше вопрос уже будет чуть стратегически, глобально стоять. То есть либо удерживать Бахмут и проводить контрнаступательные действия, там есть один из механизмов отсечь россиян, отсечь выходом с Белогоровки на тот же Бахмут, на тот же Азом. Либо с Азома выйти на Белогоровку, может быть, встречный удар и отсечь полностью российскую группировку севернее Бахмута. Потому что есть очень много таких решений тактических, которые можно провести для деоккупации севера Бахмута. Ну дальше будет на месте понятно, видно, как дальше действовать. Но Бахмут сам по себе это кирпичик всего фронта Донецкого. Это причем один из основных, такой краеугольный камень, почему они, россияне, и выбить его пытаются, так как он удерживает связь с Константиновским гарнизоном, с северским гарнизоном. То есть вся линия фронта держится, можно сказать, на Бахмуте. Потому мы его и будем точно удерживать, сколько сможем. Сейчас в последнее время усилились действия на Донецком фронте, Донецком и Луганском, где-то до сотни атак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!